Опасное наследство. У Александры из Константиновки редкая болезнь сердца. От такого же недуга умерла ее мама. Девочка уже перенесла операцию, однако результатов это не дало. Потребовалось повторное оперативное вмешательство. Но денег на него у семьи не было. Продолжение истории в нашем сюжете. Эти поделки и все, что осталось Саше в память от мамы. Женщина умерла от болезни сердца, когда дочери было 5 лет. Часто приступили. Мы лежали в больнице. Потом одна же ее прихватила. Так что, ну все, 32 года она ушла. У меня мама очень любила заниматься рукоделием. Делала мне на память, когда я была совсем-совсем маленькая. Передалась по наследству. Мне тоже очень нравится рукодельничать. Унаследовала от матери не только талант, но и диагноз. Смертельно опасное заболевание у девочки обнаружили еще в раннем возрасте. Сердечные клапаны постепенно сужались, пока не возникла серьезная угроза. Она на ходу могла умереть. Хоть она этого не чувствовала. В 4 года Сашу прооперировали. Но спустя 10 лет болезнь вновь напомнила о себе. С еще большими рисками для жизни. Было все хорошо. Операция прошла нормально. Но у нас такой называется мембранозный стеноз. Вот срезали как грибничку, а корни растут. Так и у нас. И сказали, что без операции дела не будет. Спасти подростка могли только в столичной клинике. Расходы на операцию для пенсионерки были неподъемными. Выход подсказал случай. Бабушка видела по телевизору передачу за Ахметова. Решили позвонить, узнать, вдруг помогут. Такие лекарства действительно человеку простому достать очень тяжело за такие деньги. Штаб Рината Ахметова предоставил все необходимые медикаменты и вспомогательные материалы для оперативного вмешательства на сердце Саши. Все лекарства и таблетки. В общем, все. От нитки до нитки. Большое им спасибо. Мы так довольны. С начала работы штаб Ахметова поддерживает детей Донбасса системно. Помощь в обеспечении операции и лечении тяжелых заболеваний получили порядка 4 тысяч мальчиков и девочек. Огромное спасибо. Ему очень приятно, что есть такие люди, отзывчивые, с добрым сердцем. Действительно, это очень-очень хорошие поступки он совершает. Александра чувствует себя гораздо лучше. Чтобы полностью вылечиться, ей еще нужно принимать лекарства и беречься от стрессов и нагрузок. Но уже так не терпится взяться за домашние дела. Помогать бабушке с консервацией. Мария Сергеева, Инна Жиленко, Сергей Чекрыгин. Для Сегодня. Канал Украина.